Сидеть! Руки вверх! Самая зрелищная часть задержания преступников. Взаимопонимание на учебных площадках позволяет в разы ускорить работу во время реального происшествия. Основной профиль Джейси – поиск наркотических веществ. Ей нужны считанные секунды, чтобы найти так называемые закладки в помещении или же в багаже. В течение трех, четырех, а то и полгода, все зависит от собаки, и она практически каждый день должна выполнять различные упражнения, где как раз-таки находят вот эти вещества. То есть это сотни раз, не меньше. Чтобы уже прям была четкая работа. Как правило, порядок охраняют породистые животные. Хорошее родословное позволяет спрогнозировать поведение. Мама Джейси тоже ловила преступников. К слову, по паспорту подопечную Олега зовут вовсе не так. Официально хозяин ее гордо именует Айс Джойс Мазерати. Чтобы подготовить хорошо собаку, надо очень много времени уделить, много сил, нервов потратить на нее. Ну, оно того стоит, судя по тому, как они на вас реагируют. Да, оно того стоит. После армии Олег получил диплом в Ростове-на-Дону. Потом курсы в Уфе. На страже порядка, вот уже шесть лет. Рядом любимые питомцы. Малыш Рич у Олега появился всего неделю назад, но они уже большие друзья. Совсем скоро им предстоит вместе спасать тысячи жизней. Спаниель будет искать взрывчатые вещества. Проверка концертных залов, общественного транспорта и вокзалов. Скрупулезная и крайне ответственная работа. Все ради того, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности. Рядом. Ну, это развороты, повороты, с чего начинаются команды рядом. В новом выпуске вы станете свидетелями задержания опасных преступников. Служебные собаки в режиме реального времени постараются найти запрещенные вещества. Что из этого получится, смотрите на ОРТ 7 октября в программе «Один день». Алина Волохова, Владислав Горбунов, Георгий Барлуцкий. Новости дня.